О газификации без пустых обещаний. Над чем работает власти Газпром? К жителям каких населенных пунктов придет голубое топливо в ближайшие годы? Все это обсудили на заседании правительства. Когда езжу по районам, особенно в тех районах, где газа нет, слышу, что людям обещали 10-15 лет назад газ. Каждый политик приезжает, обязательно пообещает газ. Это вызывает раздражение. Мы сегодня давайте на правительство честно рассмотрим ситуацию, где мы находимся. Обманывать себя, тем более обманывать жителей, я не позволю. Давайте посмотрим, где у нас реальная ситуация, что у нас включено и подтверждено уже газпромовскими планами и деньгами, что не включено и где нам предстоит поработать. Но мы жителям должны честно сказать, как мы с вами работаем. За этот год введено в эксплуатацию 91 километр газопроводов. Тепло получили 1280 домов и квартир. Областной бюджет на эти цели выделил почти 177 миллионов рублей. Деньги направлены в 14 муниципалитетов. В бюджете области на 2020 год запланированы 136 миллионов рублей. Десяти муниципальным образованием. В Вичужскому, Заволжскому, Ильинскому, Южскому, Фурманскому, Горелопосадскому, Ивановскому, Комсомольскому, Уресскому району. На строительстве 30 километров сети для газификации 888 домовладений, а также 4 котельных и подготовку 9 проектов. Работа почтных организаций строительства межпоселковых газопроводов ведется. Однако необходимо констатировать отставание от темпов ПАО «Газпром» в Южском, Комсомольском и Гаврилопосадском районах. Также отмечу, что ПАО «Газпром» в 2019 году начинает строительство межпоселковых газопроводов для газификации 10 населённых пунктов Родниковского района. Для строительства газопроводов потребуется дополнительное средство. О планах и обязательствах «Газпрома» рассказал генеральный директор Сергей Мазалов, а также обратил внимание на проблемы, решения которых в том числе в компетенции правительства. Глава муниципалитетов не уделяет должного внимания данному вопросу, что приводит к срыву пуска газа по уже построенным объектам. И самое главное – недовольству дисциплинированных наших потребителей, которые вложили деньги, которые ждут газа. Кроме того, остаётся без внимания ещё семьи с доходами ниже прожиточного минимума. Здесь, конечно, вопрос требует серьёзную проработку. Предлагаю совместно с представителем банковской сферы рассмотреть вопрос о разработке механизмов поддержки, в том числе и в виде льготного кредитования данной категории населения. «Газпромом» частично решена проблема загруженности газораспределительных станций в двух муниципалитетах – в Лежнево и Родниках. Так, в последнем сейчас сняты все ограничения на выдачу техусловий и подключение новых потребителей. В Лежнево этот вопрос решится в следующем году. В четырёх районах Ивановской области голубое топливо отсутствует. Станислав Искресенский тщательно обсудил планы касаемо каждого. Юрьевец «Газпром» свою часть выполнит когда? В 2020 году? В 2019 год в конце должен быть определён подрядчик и в 2021 год пуск. В 2021 год «Газпром» завершит свои обязательства. В чём есть важная особенность? Предварительные оценки обязательств региона, чтобы газ дошёл до людей, свыше 600 миллионов рублей. В этой связи мы с «Газпромом» и есть соответствующее поручение председателя правительства Российской Федерации, чтобы для нас сделали исключение и чтобы часть этого времени «Газпром» взял на себя. Потому что вы понимаете, что такое для Ивановской области 660 миллионов рублей. Но вместе с тем вопрос этот надо решать. Газ – это развитие. Но чтобы у всех была ясность, свою работу «Газпром» мы сейчас понимаем, в какие сроки выполнит. Нашу часть мы сейчас в переговорах с «Газпромом» на тему, в какие сроки будет выполнять и за счёт каких средств свою работу регион. Это очень важное дополнение. Поэтому реальную ясность внести, когда газ будет уже в доме, мы сможем, думаю, что в начале следующего года не раньше. Именно для людей. То есть пока только «Газпром» мы понимаем, когда выполнит свою часть работы. В Лухе свои обязательства «Газпром» выполнит в 2021 году. По пестикам сейчас идут переговоры с Нижним Новгородом, чтобы газ подвести оттуда. Голубое топливо в Верхней Ланде пойдёт через Лух. Правда, строительно-монтажные работы в двух районах можно провести параллельно, уверяет «Газпром». Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.